В последнее время рынки преобладают на рынках какое-то жуткое настроение, и все падает, и люди начинают метаться и предпринимать очень много, ну, поспешных, я бы сказал, решений. Как же сберечь деньги, что будет расти в цене, что падать? Ну, сейчас постараюсь... Да, и что нас ждет? Сейчас постараюсь дать свой не совсем веселый прогноз. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, но сейчас многие люди бегут покупать доллары, например, да, многие люди распродают акции, активы, потому что они падают, многие люди, ну, так сказать, вообще собираются как-то снимать деньги или переводить деньги из открытия, потому что открытие попало под санкции. Ну, я уже снимал видео про открытие и делился этой информацией в своих чатах о том, что если у вас все операции в рублях или, значит, все операции, которые вы совершали через открытие или СПБ, то, в общем-то, вашим активам абсолютно ничего не грозит. Если открытие, ну, как бы попало под санкции, то это не значит, что вы не сможете снять даже доллары. Доллары вполне вы сможете купить абсолютно спокойно на бирже, на валютном рынке, который, кстати, работает прямо сейчас, и совершенно спокойно их можно купить и вывести на свой расчетный счет в банке открытия. То есть в том банке, в котором имеется расчетный счет у брокера. Ну, это же касается и ВТБ. Надо ли это делать? Решайте сами. Сейчас доллар, я могу сказать, вот данный момент, 1 марта 2022 года, 18.00, сейчас 99,713 рубля за доллар. То есть 100 рублей за доллар. Надо это делать или нет, решайте сами. Я, в общем-то сказать, просто наблюдаю и исхожу из принципа, что, ну, поздняк метаться, что называется. Все, что можно было сделать, сделано. Что подорожает у нас, ну, как бы, что подорожает? Ну, явно подорожает нефть, но нефть вы не купите в бочках. Нефть на срочном рынке сейчас вы не купите, потому что срочный рынок закрыт просто-напросто до 5 марта. Да, то же самое касается всяких, ну, золота и так далее. Вот, но золото можно купить на валютном рынке. И, в общем-то сказать, это, мне кажется, совсем неплохой идеей, потому что золото дорожает в долларах. Вот, что касается акций. Ну, я уже неоднократно показывал свой портфель. Он у меня сформирован из акций российских компаний и акций, номинированных в долларах. И активов, номинированных в долларах, примерно в равной пропорции. Честно говоря, упали и тот, и другой. Вот, ну, в рублях по понятным причинам. А в долларах просто потому, что индекс S&P тоже упал. Но доллар при этом вырос. И у индекса S&P 500, ну, значит, я думаю, что будут шансы вырасти. И, соответственно, в долларах все можно сделать. Я не продаю, потому что, ну, сейчас рынки упали. Может быть, они еще упадут. Ну, в общем, я не тороплюсь этого делать. Вот, что еще могу сказать. Центробанк предпринимает совершенно фантастические какие-то усилия для того, чтобы удержать курс рубля по отношению к доллару. У Центробанка, значит, закупленные доллары наличные, поверьте мне, хватит на всех абсолютно. Можно не беспокоиться, можно не беспокоиться насчет, ну, всяких вот своих наличных денег. То есть, никто у вас конфисковывать деньги абсолютно точно не будет. Даже если они находятся в санкционных банках, надо ли переводить в другие банки к другим брокерам. Ну, я вам скажу так, что, ну, если вы считаете, что это надо, ну, можете пометаться. Но, в общем-то сказать, санкции будут введены, я думаю, что и против Сбербанка тоже, потому что, ну, Сбербанк пока еще не попал под санкции. Но это дело времени, я бы сказал. И другие банки тоже самое, то есть, включая Тинькофф там, например, да. То есть, здесь риски есть огромные. Что подорожает? Вот, а подорожает, скорее всего, смотрите. То есть, рубль, я считаю, по отношению к доллару, но Центробанка сделает все, чтобы рубль по отношению к доллару был примерно, ну, в диапазоне, я так понимаю, ну, в районе 100 рублей за доллар. Вряд ли он вырастет до 200 рублей за доллар. А вот что точно будет, и это нам долго. Так это, ну, исключение России из всяких мировых процессов. То есть, мы становимся изгоями. Ну, вы видите, что уже российские спортсмены не будут выступать уже ни на каких международных соревнованиях под флагом России. То есть, никакие Олимпийские игры, никакие чемпионаты мира международные вообще, так сказать, ни по каким видам спорта, похоже, что уже, в общем, так сказать, не будут. Во-первых. Во-вторых, значит, смотрите, что такое отключение от свифт и как это будет выглядеть. Ну, отключение от свифт будет выглядеть постепенным, не одномоментным. И все это будет очень-очень печально, потому что самое страшное, это не столько отключение от свифт, сколько обрубание всех связей с внешним миром. То есть, там они избирательно подходят. Если им невыгодно отключать нас от поставок нефти, то есть, мир зависит от поставок нефти, газа, чего-то там еще. То есть, то, от чего зависит мировая экономика, они вот эти вещи не отключат от свифт, и там будут идти расчеты. То есть, смотрите, мы продаем свою нефть, мы продаем свой газ в Европе, свой газ, и все эти процессы, они будут продолжаться. Но, естественно, все страны ищут альтернативу российской нефти, российскому газу и всему российскому. То есть, они будут брать по минимуму, все это по минимуму, но брать будут. В этом смысле все будет окей. И, значит, рубль к доллару дорожает, то есть, и вроде как деньги в бюджет. Сейчас принято решение о том, что 80% валютной выручки немедленно экспортеры должны продавать. То есть, в смысле доллара к рублю все хорошо. Но возникает следующий вопрос. А что делать с долларами? Что делать с долларами в стране, и что делать с долларами вам лично? Смотрите, доллары есть, но на них ничего нельзя купить. Вот такая простая ситуация. И что это значит? Это значит, что нам будут продавать тоже по минимуму, так сказать. Ну, как бы они соблюдают прежде всего свои интересы. И это значит, что те товары, которые влияют очень сильно, значит, ну, как-то вот на экономическую мощь страны, на военную, значит, они будут запрещены к покупке. И вообще все технологии будут запрещены к покупке для того, чтобы ослабить экономику России. Ну, например, вот уже известно, что самолеты Airbus и, насколько я понимаю, кто-то сказал, что и Boeing тоже не будут, во-первых, поставляться в Россию, во-вторых, не будут обслуживаться в России. И, в-третьих, значит, уже известно, что лизинговая компания, которая, ну, поставила нам Airbus, разрывает лизинговые соглашения. Что это значит? Это значит, что наши, ну, те самолеты, которые Airbus, которые у нас есть, это А320, а у нас, вот я только что слышал новости, 60% всего авиапарка это Airbus, то, соответственно, все эти Airbus встанут просто на земле и будут стоять, либо, ну, их будут продавать как-то, но здесь я не знаю, факт тот, что они летать не будут. Да и летать, собственно говоря, некуда, потому что все страны, ну, по крайней мере, европейские, закрыли свое авиасообщение, перекрыли, мы в ответ им перекрыли авиасообщение. То есть, в Европу летать не надо, и в этом смысле, ну, так сказать, все классно, самолеты будут стоять, и они будут, как бы, используются только на внутренних авиарейсах. Ну, вернее, ну, даже на внутренних авиарейсах, если они не обслуживаются, не страхуются, то, в общем-то сказать, тоже будет запрещено их использовать. Ну, как-то, может быть, со страховкой-то решат, а вот с обслуживанием я не знаю, как решат. Вот такая история. И останутся у нас самолеты сухой Суперджет, на которых мы будем летать. Сухих Суперджет у нас производится очень мало. Вот сегодня я слышал, что их за последние три года 14 штук в год производится. Ну, извините, это крайне мало. Нарастить очень быстро их производство не получится, и я боюсь, что производство этих самолетов вообще может остановиться, потому что там используются части при построении этих самолетов, используются некоторые части, которые поставляют нам, ну, скажем, французы. А французы нам эти части не будут поставлять. То есть мы будем вынуждены очень быстро начать производить своими силами аналог этих частей. Вот. И нарастить сухой Суперджет. Ну, когда-то мы это сделаем, я думаю. Вот. Что еще можно сказать? Так, значит, спортсмены, так сказать, не спортсменят, значит, самолеты не летают. Что по поводу всяких вот бытовых товаров. Ну, все это будет закрыто. То есть мы будем пользоваться только тем, что производим в России. К чему это приведет? Это приведет к достаточно быстрому недостатку товаров на рынках. И, ну, просто люди не знают, наверное, что такое дефицит. Так вот он будет. И если у нас останутся свободные цены, то, значит, смотрите, товаров стало меньше, денег больше не стало. То есть денег мы вряд ли будем больше получать. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Ну, если, так сказать, напечатает Центробанк, будет инфляция, то будет инфляция. Цены повышаются, деньги, так сказать, растут. Потому что, как бы, тем не менее, как бы, если товаров, число на рынке становится меньше, то цены на них должны просто совершенно логическим образом расти. То есть доллар будет, в принципе, как бы 100 рублей за доллар. Здесь это можно пережить, но за эти доллары ничего нельзя купить. На нашем, в России будет. А где можно будет купить? Но, смотрите, не все страны присоединились к вот этому бойкоту России. Есть страны, которые держат нейтралитет. Среди них Китай. Среди них Арабский Эмират, насколько я понимаю. Южная Америка вообще не присоединилась. И что будет? То есть мы можем, будем брать, то есть снимаем в банке наличные доллары. Международные расчеты с этими странами тоже будут, как бы, так слегка заморожены. Ну, то есть мы сможем, скорее всего, летать самолетами, там, скажем, Qatar Airways, или какой-нибудь самолетами китайской компании, или самолетами казахских компаний авиалинии, а потом оттуда уже дальше, вот, и, ну, пока еще можно, по крайней мере, вывести до 10 тысяч долларов без декларации, то есть берем, снимаем деньги наличными, летим туда, там за эти доллары меняем их на что-то, значит, покупаем какой-то товар, ну, то есть, и ввозим их какие-то сюда в сумках, сколько сможем привезти из каких-нибудь Арабских Эмиратов, то есть вот старые добрые времена, как были при Горбачево, из чего я начинал, это вот челночная такая торговля с наличными, с пачкой наличных, вот, я думаю, что она вполне себе может вернуться, вот. Вот, а те товары импортные, которые еще есть, они, скорее всего, подорожают, ну, потому что просто они исчезают с рынка и становится их дефицит. Пример этому – это автомобили, ну, то есть, вот сейчас, например, уже известно, что ряд автопроизводителей перестают поставлять нам автомобили. Почему они это делают? Потому что сейчас вообще автомобили очень со скрипом производятся, потому что не хватает чипов, и надо, ну, как бы распределять вот это вот дело, те автомобили, которые производятся, где их продавать. Ну, как бы, если их можно продать в Европе, то что их тащить в Россию? И поэтому всякие Land Rover, Jaguar, BMW, Mercedes и прочие сетроенок, значит, уже объявили, что перестает поставлять автомобили в Россию, и, может быть, и запчасти для них, ну, потому что, а зачем? Вот, поэтому вот с этим делом будет напряженочка, и будет наблюдаться рост на автомобиле. Поэтому, что я сделал, вот у нас машина достаточно старая, 2011 года была, и я прямо вот, ну, моя компания получила прибыль достаточно большую, и, ну, как большую, всего-то миллион, вот, ну, я решил, что просто надо поменять машину, пора, потому что позже уже не получится, то есть я приобрел новую машину, только что я продал свою старую машину. И, ну, может быть, и не стоило продавать старую, потому что она подорожает, ну, в общем, она там с рядом неисправностей, и, в общем, сказать, с геморроем лучше. Я предпочел от нее избавиться и не париться. Вот, что касается сохранности денег, ну, как-то они у меня сохранны. Я вам скажу так, что, если вы помните, что я говорил, что открыл социально-накопительную программу, вот, в австрийской компании, и те деньги я не снимал, они будут доступны по-прежнему, но они недоступны будут сейчас для перевода в Россию, ничего страшного, их можно перевести на какой-то другой счет, может быть, не в России. Важно, что на мой личный счет. Здесь каких-то проблем я не вижу, и я не собираюсь их снимать, и они в надежном месте находятся, и здесь проблем я не вижу. Что касается заново открыть такую вот социально-накопительную программу, как это будет возможно, я пока не знаю, то есть, вот, если вы хотите сберечь где-то там деньги в... ну, избежать страновых рисков, сейчас Россия явно в страновых рисках находится, то, соответственно, ну, пока сейчас еще вот, ну, сфифт перекрыт, в общем-то, через открытие уже туда деньги перевезти нельзя, через Тинькова еще можно, ну, боюсь, что со скрипом, но пока еще такая возможность, насколько я понимаю, сохранилась, так что, если вы хотите, обращайтесь, я попробую что-нибудь сделать. Вот, потом что еще? Ну, пока, смотрите, банки, которые попали под санкции, кажется, что ужас, 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 но, значит, вот у меня, например, карта открытия, она действительно попала под санкции, внутри страны абсолютно спокойно можно пользоваться в прежнем объеме, никаких задержек здесь нет, MasterCard пока работает внутри страны. Что касается за рубежом, ну, банк мне звонил, я спросил, будет ли карта работать за рубежом, очевидно, нет, это, я могу твердо сказать, не будет работать, но, например, есть такая платежная система МИР, которая будет работать и в стране, и за рубежом, не смейтесь, есть страны, которые принимают карту МИР, в частности, вот этим летом мы были в Турции, в Стамбуле, и там, ну, практически повсеместно принимаются карты МИР. Я это видел в Стамбуле, я это видел в районе Анталии повсеместно, что карты МИР принимаются. Возможно, не всюду, но принимаются, даже в банкоматах, то есть можно снять деньги в турецких лирах, я это делал. Если вы будете в Турции, Халкбанк рекомендую, потому что там без комиссии получается почему-то. Вот, именно в Халкбанке, в Денисбанке, получается, там комиссия, она не такая большая, надо смотреть на комиссию за съем наличных денег, ну, если вам нужны наличные деньги. Что касается карт Тинькофф, я надеюсь, что они будут перекрыты в последний самый момент, то есть закрыты вот зарубежные всякие транзакции, и пользование картами Тинькофф будет запрещено, если оно будет запрещено за рубежом. Я надеюсь, что это произойдет в последний момент. Вот сегодня было объявление, что Райфайзен подумает уйти из России. Я думаю, что то же самое может произойти с картами, с такими иностранными банками, как Юникредит и что там еще у нас есть. Ну, Ситибанк очевидно, так сказать, вряд ли будет. Вот, то есть, ну, да и за рубеж-то особенно не улетишь, но всякие Эмираты, Турции и Китай, кстати, они вполне себе пока открыты для поездок за рубеж. Я уж не говорю про Казахстан с Таджикистаном и Арменией. Вот, так что пока еще все это доступно. Насчет Грузии я не знаю, там, так сказать, открыли они въезд для россиян или нет. Вот, надо посмотреть. Пока еще, ну, Грузия, по крайней мере, в жесткие санкции не вступила, но там были какие-то ограничения на въезд просто. Вот такая ситуация. Ну, а что касается вот этого дефицита товарного, то я боюсь, что это очень надолго. И люди спрашивают, вот у меня там последний говорит, значит, надолго ли война. Война, я надеюсь, что ненадолго. То есть, там все решится быстро тем или иным образом. Но вот санкции и всякие проблемы – это надолго. Это не просто надолго, а очень надолго. И выход будет из этих санкций только тогда, когда большинство народа в нашей стране осознает, что, в общем-то сказать, мы пришли не туда, и нужно будет просто полностью поменять курс нашей страны. и потребуется раскаяние по тому принципу, как было в Германии после Второй мировой войны. Раскаяние. Только после этого начнется восстановление. Вот такие мои мысли. Согласны вы или нет, пишите. Затем, что делать, ну, наверное, значит, вы поняли. Ну, по крайней мере, из того, что делаю я. С акциями, со всякими активами я не дергаюсь. Все сбережения будут на месте, и здесь все будет бесперебойно. Ну, вот машину я купил. Если вам нужно сменить телефон сотовый, смартфон, то я вам тоже посоветовал бы это сделать. То же самое касается всякой бытовой техники. Там, телевизор, холодильник. На телевизорах, насколько я понимаю, во всех квартирах штуки по три. Вот, поэтому, так сказать, уже девать некуда. Это, во-первых. А, во-вторых, ну, если они нужны, то они нужны. А если они не нужны, то это не сбережение денег, а просто, ну, как бы, выброшенные деньги. То есть, если вы не пользуетесь этим, если вы покупаете это впрок, например, то это выброшенные деньги, потому что, ну, потому что, ну, продать сможете ли вы или нет, это дороже. Я не знаю. Может быть, смотрите сами. Вот. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка. Хочу пожелать вам счастья и успехов. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Домитков Юрий. Пока.